Всем привет! Это очередной выпуск на канале Вайажор Андрей и Юля И мы находимся сейчас в Кургаде Черная полоса пошла в нашей жизни Ванька заболел Снова вернулись у него эти проблемы с ушами Короче, лечим уши Периодическая температура Юля болела Сейчас до сих пор кашляет Вот Несколько дней назад я Поехал на рынок Дахар За фруктами, овощами И Ну как было, съел такси Оранжевое вот это, знаете У меня были полные сумки там Еды различной Мне такси Загнул цену Я сказал, дорого Вылез с такси Забрал с собой сумки и Рюкзак, ну другой рюкзак Оставил Похоже, что в машине И в рюкзаке была камера В общем, одиннадцатая GoPro Ушла от меня И похоже навсегда Вот Ну, слава богу, у меня есть Другая камера Вот я сейчас снимаю на GoPro 8 Честно говоря, у них качество съемки одно и то же Звук тот же Ночью оно не снимает Что это, что то И И в общем, я решил и заказал Новую камеру Это будет у меня Sony FDR X3000 Я ее уже купил Купил не новую Купил в Украине И мне ее сейчас Везут В Хургаду Как приедет Покажу Сниму Как она снимает Расскажу Ну, в общем, как-то так Я сейчас еду на Шератон И И И я еду В музыкальный магазин Я вам потом подробно расскажу Что я там забыл Мне нужно выбрать струны Это Сили Это как бы серебряные какие-то А Здесь Нет Это Здесь написано, что это какие-то бронзовые Это 400 Это 450 А Покажи Show me В общем Так, это магазин находится На Шерри Стрит На Шерри Стрит В общем, какие-то вот еще такие Но Better You think better This? Ну, понятно Чем дороже, тем лучше Короче, беру эти струны За 450 Серебряные Такой магазин Есть гитары Есть Различные Варианты То есть, можно Выбрать для души Вот, смотрите, какая гитара Чарльц How much this? This and six thousand Six thousand Six thousand А do you have Yamaha? I don't have Yamaha 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 Парень даже не знает Есть ли у него Yamaha Нет, хотел просто Сравнить цены No What is the model? Oh, it's a 40 How much? This in eight hundred Fifty Eight hundred Eight thousand Sorry Eight thousand Fifty Eight thousand Fifty Okay Струны купил Все отлично А сейчас бы хотел вернуться К нашей черной полосе Ну, это мы ее так называем Потому что, знаете, как Минимальное изменение погоды Там на несколько градусов Ну, на 10 градусов Стало прохладнее И все И И И И И посыпался народ Все начинают болеть почему-то Ваньке где-то ухо надуло Ну, точнее, не ухо Он У него как получается? У него малейшая простуда Когда появляется насморк То Этот насморк Переходит В этот В уши Ну, тут такая проблема у нас С Ирландией появилась Я не знаю Хроника уже какая-то То есть Ну, если мы немножко Пропустили этот момент Что вот надо сразу же Как бы Заливать Промывать нос Лечить эти сопли То Он дает осложнение на уши У него поднимается температура В общем, пришел доктор Посмотрел Сказал Да, ухо воспалено Ну, не критично Ванька, наверное, заразил жену Потому что жена Заболела Температура Кашляла Как Были На море Жена потеряла сережку В море Потом я потерял камеру И это все Вот так как снежный ком Одно за другое Вот Жена говорит Нас сглазили А я говорю Да кто же нас сглазил Все говорят Что мы тут Глупые Несчастные С Ирландии В Египет переехали Спасибо, что не отключились И смотрите дальше это видео И я как обещал Хочу подвести итоги Этой черной полосы Ну, она уже не такая черная На самом деле Потому что Камера мне приехала Это Сони ФДР 3000 В общем Ну, это она в чехле Ветрозащита Такая вот Мочалка Внутри Можно без нее Можно с ней Камера очень маленькая Камера очень компактная У меня таких никогда не было Ну, я вот ее уже Ну, вчера вот Немножко юзал Сегодня вот И Честно Она мне нравится Я когда Покупал свою Гоупро Первую Так вот Я выбирал между Этой и этой И Сила маркетинга Сила там Ютуб блогеров Которые там Делают обзоры Как по мне Вот В этой камере Плюсов Больше Может кто-то Готов поспорить Напишите в комментариях Если интересно Я могу опять же Сделать какой-то Вот Может несколько роликов Об оборудовании Что мы используем Что мы использовали О квадрокоптерах О камерах О каких-то там Микрофонах Хотя в микрофонах У нас небольшой опыт Но Тем не менее И Что лучше для Начинающего блогера Если вы решите Что-то снимать Там Какие-то вот Говорящие головы Либо Путешествия Движения В помещениях Опыт какой-то есть И в принципе Я мог бы рассказать Но все-таки Я считаю Что Теперь эта камера Будет у меня Наверное Основная Она лучше пишет В темноте В сумерках Она лучше пишет звук Ну я сейчас попробую Немножко записать вам Вот Даже для сравнения Широкий угол Поэтому немножко будет Вот Как бы Раздвинут горизонт Сейчас звук Идет с этой камеры Как слышно Как видно Вот Как качество съемки Получается Раз 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 Так Сейчас Давайте для сравнения Сейчас звук идет с микрофоном Раз 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 Как слышно Привет 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 С микрофоном Сейчас звук идет с камеры Раз 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 Привет Так, я снимаю себя на такую камеру, ну это наш балкон, давайте покажу хоть балкон, в квартире не убрана, показывать вам не буду, балкон не маленький такой вот, да, у нас есть кальян, нам друзья подарили, в общем, такие вот кресла. Вот, а насчет потери своей камеры, я ходил в полицию, я рассказал ситуацию, сказали, что там все-таки камер нет на этом рынке, где я садился, а так как я сел и встал, не удалось отследить, куда я, ну что это была за машина, номер машины или там водителя, водителя я вообще не помню, записали мои данные и может быть, если появится эта камера где-то в продаже, ну хотя как ее отследить, что это моя камера. Ну, короче, камеры нет и ладно, теперь есть другая камера, есть камера для подводных съемок, есть эта камера, на которой я снимаю, но она у меня обычно, вот, она у меня обычно для другого дела. У меня еще есть одна новость, хотел поделиться с вами, у меня появилась другая, это любовь, наверное, уже многих лет, просто как-то в одно время я ее потерял и буквально вот неделю назад она вернулась. Жена, конечно, ревнует, но я думаю, это пройдет, как бы ничего не могу с собой поделать, вот такой я человек. Я вас сейчас, кстати, с ней познакомлю. Ладно, иди сюда. Вот она, ребят, вот моя девочка. Зовут ее Ямаха, Ямаха C40. Это не самая, конечно, лучшая гитара, не самая дорогая гитара. Но, смотрите, какие формы, да? Вот, как у моей женки. Меня с этой гитарой связывает, ну, не конкретно с этой, с этой моделью, вот такая точно. У меня была, может, лет, ну, лет 10, наверное. Мне пришлось ее лишиться, ну, так получилось. Вообще, это такая длинная история. Я не знаю, будет ли вам это все интересно. Эта история, как бы, кусок какой-то моей жизни. Честно, играть я не умею. Ну, то есть я умею пару песен, какие-то несложные аккорды. Когда она у меня есть, я, это мой антистресс. Я вот сажусь вечером иногда, беру эту гитару, беру аккорды. Мне кажется, у каждого должен быть какой-то вот. Кто-то играет в видеоигры, кто-то пиво пьет, ходит по барам, кто-то еще что-то. Ну, как бы, не нравится. Это нечасто бывает. Там раз в три дня могу взять на 20-30-40 минут себе. Еще, друзья, мы хотели с вами как-то выйти в прямой эфир, в стрим провести. Но в этой квартире очень слабый Wi-Fi. Проведена линия, ну, все нормально. Но прием 25 мегабит на выдачу максимум полтора. Для нормального стрима нужно, ну, хотя бы десяточка. Элементарно даже загрузить какой-то фильм. Мне нужно, ну, часов 8. Ну, и стрим, конечно же, не получится провести. Поэтому, ну, можно будет вот так вот какие-то записывать видео. Вы пишите вопросы. Интересно или неинтересно вообще вот так в таком формате общаться. Кстати, вот здесь сейчас будет где-то здесь ссылка на наш телеграм-канал. Мы выставляем какую-то информацию в Египте о наших путешествиях. Там будет информация о том, где мы бронируем наши отели. Мы можем где вам бронировать отели. Ну, если вы гражданин Украины, мы являемся агентами компании JoinUp. И там и Египет, и Турция. И мы буквально недавно бронировали человеку в Эмираты. Он полетел с семьей. Нам забронировать на сутки через нашу программу в отель, куда мы едем, плюс-минус полтора-два раза дешевле, чем на букинге. Ну, или напрямую в отеле, потому что есть хорошая скидка. По аренде квартир в Египте, если вы планируете приехать надолго, ну, можете писать, опять же, в этот телеграм. Подписывайтесь, будем там дружить. Там можно написать в личку мне или Юле, и там более оперативная будет информация. Спасибо, Господи, как говорят, что взял материальным, а не здоровьем. Юля выздоровела, Ванька бегает, все отлично. И, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Следующий наш отель, куда мы едем, это будет отель на Рождество. Это будет крутой отель. Мы едем туда с друзьями. Постараюсь вам качественно снять, чем кормят, чем там радуют, анимацию и все такое. Лайк, подписка. И до новых встреч на нашем канале. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok